Общежитие на улице Космонавтов 64А когда-то было ведомственным, но в начале 90-х имущество обанкротившегося предприятия продали, а вместе с прочим добром в частных руках оказалось и это здание. Жильцов частично переселили, но примерно половина обитателей общежития таки остались заложниками ситуации. С тех пор новый владелец всячески терроризирует их, пытаясь выселить. Судебные дела тянутся 20 лет, а жильцы страдают от произвола, жутких бытовых условий, невозможности зарегистрировать детей по месту жительства и прочих проблем. Я живу в таких условиях, собачьих условиях, тоже без окон, без дверей. Все дует, все везде сквозненько, смотрите на меня, какая я красивая. Много исков было, переселяли в другие общежития, в помещения, которые не соответствуют жилищным нормам. Они проживают, например, в 18 квадратных метров комната, а их переселяли в подсобные помещения, которые не значатся жилым, где проходят стояки канализации холодной и горячей воды в 6,5 квадратных метров. За прошедшие годы новый хозяин неоднократно устраивал жильцам сюрпризы. В доме отключали газ, воду, выбивали двери, насильно выгоняли людей из своих комнат и вывозили их имущество в неизвестном направлении. Пока был в суде, им уже звонят, что выбили дверь, все повывозили, окно выбили, все там. То есть это как будто после войны. Вещи погрузили на машины и увезли к себе на базу. И я сейчас на данный момент без ничего нахожусь. Конечно, тяжело без света, без газа, без воды горячей, без всего. Хотя проблему этого общежития неоднократно освещали в СМИ, и даже бывший президент Янукович два года назад в ходе одного ток-шоу выслушал историю одесских жильцов, проданных фактически в рабство, никто из чиновников, депутатов и общественников до сих пор не помог им добиться справедливости. Ужасными остаются и условия проживания. Четыре года отключили газ, хозяин наш. Я полдня варю борщ для своей семьи. У меня трое детей, двое внуков. Воду после отключения жильцы вынуждены были подключать своими силами. Выбитые двери восстанавливали тоже самостоятельно. Защитник прав одесситов, известный в городе юрист Егор Прокопчук, вместе со съемочной группой Центра защиты одесситов побывал в общежитии на космонавтов и выслушал его обитателей. Также он сопровождал пострадавших на очередном судебном заседании. В апелляционном суде рассматривалась законность передачи общежития в частные руки. Хочется верить в справедливость, которая сегодня восторжествует. Справедливость закона, справедливость Конституции Украины. Я думаю, что суд на сегодняшний день не пойдет на те уловки, которые они шли до сегодняшнего дня. Интересы собственника здания в суде представляла его дочь. Присутствие съемочной группы в зале она почему-то назвала давлением на суд и была категорически против съемок. Тем не менее, камера зафиксировала. Речь представительницы компании «Одесса-бытстройпроект» вызвала бурную реакцию со стороны присутствовавших жильцов общежития. Из-за возмущения в зале судья даже вынужден был прервать заседание. Но возобновив слушание, он смог узнать много интересных фактов. Также не идет речь о спорном общежитии по улице Космонавта. Значит, там не только по общежитию, там еще по ряду объектов, которые расположены по другим адресам, на которые не оформлены были земельные участки. Ни в договоре купли-продажи, а также и как завершающий этап акт приема и передач, каким образом указанный объект вошел в акт оценки стоимости имущества. Если он не был предусмотрен, я повторюсь, ни планом приватизации, ни, соответственно, вашим приказом. Вы порушили Конституцию Украины, вы порушили все права этих сидящих людей, которые в зале сегодня находятся. Каким образом? Каким образом? Вы выбираете у них то, что кроме даха над головой этих 5-10 квадратных метров нема. Какие доказы у вас этого есть? Что доказать ваших утверждений? Вы не дали до суду тих документов, которые отсутствуют, и в природе их не существует. Право властности на этот гуртожиток. Каким образом у вас он появился в вашей властности? За 5 гривен 40 копеек. Дайте суду пояснение и этим людям, которые сидят тут. Хотя и представители нового владельца здания, и сотрудницы фонда госимущества убеждали суд в законности действий господина Терлецкого, к концу заседания они согласились на предложение попытаться урегулировать ситуацию мирным путем. То есть все-таки пойти навстречу жильцам. На это у них есть 10 дней. До следующего заседания. Может быть, какой шлях мы будем? Или вы выбираете? Мы готовы для спехвала. Вы готовы? Если в течение ближайшего времени представители компании не предпримут конкретных шагов по исправлению ситуации, им придется все-таки ответить в суде за все сомнительные действия на протяжении последних 20 лет. Это преступники, с которыми нельзя разбиваться. Если не решить. Девушка, вам что? Жаль-ка камера. Ну что это такое? Я не хочу, чтобы меня снимали. Понимаете? Вы не волнуйтесь, ее папа тоже так же разбивал камеру. Зачем вы переселяли меня с пятого на второй, а потом говорили, что я сама снахально занята? Вы же судились, а вы у меня на комнату забирали. Первый раз вы слышите? Да, Ирочка. Я просто не знаю, что могло поменяться в жизни и что могло сделать с вами такое. Вы всегда были такой добрый, хороший. Я помню, вы его Русанна на машине катали. Все время в июле мою пить. Я хочу как можно больше вам сделать. Ну почему? Какую жюри сферу? Развязать 500 долларов? Как можно что-то купить? Нам предоставляло это жилье. Мы не против. Мы хотим с вами решать вопросы, но вы не хотите к нам. Центр защиты одесситов поддерживает жильцов многострадального общежития в их борьбе. Мы сделаем все, чтобы закон и справедливость для этих людей восторжествовали. Захват общежитий в Одессе – весьма распространенное явление. А хуже всего, что жильцы часто занимают пассивную позицию. Не надейтесь, что какой-то чиновник за вас отстоит ваше жилье. Боритесь, оспаривайте каждое решение суда, сами подавайте в суд. Используйте все правовые методы. Больше трех лет кровля дома 46 по улице Генерала Петрова была неисправна и протекала после каждого дождя. Как результат – затопленные потолки в квартирах и парадной дома. Влага просачивалась сквозь дыры в рубероиде и затекала прямо в электрощитовую, что вело к коротким замыканиям. Жители опасались, ведь такое положение дел могло привести к фатальным последствиям. А их обращения в ЖКС с требованием устранить неисправности, как обычно, игнорировались. У меня в квартире большая сырость. Я инвалид. Течет потолок, течет кухня. Попадали обои. Ну, это не жизнь. Парадную вы видите, что в парадной творится. Трижды сотрудники Центра защиты Одесситов посещали руководство коммунального сервиса Черемушки, которое бездействовало все это время. И в результате добились того, чтобы те обратили внимание на общедомовую проблему. В течение нескольких недель рабочие ЖКС отремонтировали крышу над проблемными местами, устранив, наконец, возможность попадания дождевой воды в квартиры и парадную. Вчера выдали пять рулонов рубероида и починили крышу. Будет дождь, будем видеть, правильно и там сделали все или нет. Сотрудники Центра защиты Одесситов помогли мне в этом. Неоднократно. И им пришлось ходить и в участок наш, и в ДЭС Черемушки. И, слава Богу, все тронулось с мертвой точки. Я очень благодарна сотрудникам. Они очень вежливо всегда относились к моим звонкам, перезванивали. Если длительное время о вашей проблеме не хотят слышать чиновники, звоните в Центр защиты Одесситов, и мы заставим их выполнять свои прямые обязанности.